Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Водка, книга Балалайка, меня зовут Игорь. Ну что, поздравляю нас с завершением хоррор-марафона. Мы с вами благополучно добрались до его финала. И сегодня у нас с вами выходит последнее в этом году видео в рамках нашего марафона. И, наверное, в конце мы с вами подведем итог этого марафона, обсудим, все-таки получился он удачный или неудачный, в зависимости от тех книг, которые мы с вами читали и обсуждали. Но, прежде чем подводить итоги, у нас сегодня же еще шестая книга. Ну, точнее, по количеству книг-то она уж не шестая, а по количеству дней шестая и тематик шестая. И сегодняшняя книга, как мне кажется, отличается от тех книг, которые мы обсуждали на протяжении предыдущих дней. И отличается она прежде всего тем, что мистика здесь выступает как метафора. Лично по моим впечатлениям. И эта книга Анна Лунева и Наталья Калмакова «Черная изба». А это у нас книга из новой серии у издательства «Миф». Серия называется «Читаем Россию». И, по-моему, «Черная изба» была буквально там одной из первых книг, которая в этой серии вышла. Я думаю, что многие из вас, может быть, уже ее прочитали, но я вот добрался до нее только что. И мне эта книга понравилась. Но давайте с вами немного про сюжет. У нас есть 17-летняя Катя, которая живет в Барнауле и которая мечтает стать певицей. И вот пришло время поступать в университет. Естественно, она стремится поступить в консерваторию в Новосибирске. Она приезжает на экзамены, но эти экзамены благополучно проваливает. Все. По сути, поступить ей уже не удастся. Обучаться на певицу ей не удастся. И что делать? Возвращаться в Барнаул она не хочет. И она, блуждая по Новосибирску, вдруг краем уха слышит разговор, что вот где-то там, ну, на окраине, может, Новосибирска, ну, короче, где-то в районах Новосибирска, есть колледж, где можно учиться на ветеринара. И Катя была настолько в отчаянии, что такая, ну, ветеринар, и ладно, и пойду. И вот она находит этот колледж, подает туда документы, ее с радостью принимают, и говорят, ну, все, теперь вы будете учиться. Но есть одна загвоздка. Здесь больше не ветеринар, а все-таки фельдшер. И вам придется работать с крупно-рогатым скотом, с живностью не котиков собачек лечить, грубо говоря, а коров и коз. Но Катя в таком положении, что, и знаете, вот это настроение, что воля, что неволя. И такая, ну, фельдшер, так фельдшер. И вот приходит время, Катя заселяется в общежитие, начинается учебный год, и мы знакомимся с ее соседками по общежитию. Там есть одна такая девчонка боевая, другая девчонка постарше, и она была в академическом отпуске из-за того, что она выходила замуж, рожала детей, по итогу она вот мать-одиночка с двумя детьми, и решила продолжить обучение. И вот она вернулась из этого академического отпуска. И есть еще одна соседка, Леночка. Леночка у нас здесь один из важных персонажей. Она из деревни Лебяжье. И эта деревня очень странная. Вокруг этой деревни ходит много разных слухов и разных домыслов. По факту Леночка вообще хотела быть художницей, и хотела учиться на художницу. Но деревня решила, что художница им не нужна в деревне, им в деревне нужен фельдшер. И, по сути, вот это общественное давление заставило Леночку пойти учиться на фельдшера. Но ей это абсолютно не интересно. Ей это вообще вот никак. И она вся в депрессии, она вся в печали, грустит, плачет и рисует. Все. Блин, как это, помните, был мем? Пупс плачет, пьет. Вот это типа Леночка. Такое настроение. И вот уже наши главные героини погружаются в это обучение. Но сам процесс обучения, процесс каких-то занятий здесь не так явно представлен. Но я думаю, что, в принципе, на нем особый акцент и не делался. И вот в какой-то из дней наши главные героини решают поехать в сам Новосибирск, в центр погулять. И только тогда Леночка как-то приходит в чувства. И как-то вот начинает живо общаться, интересоваться вообще жизнью вокруг. Говорит о том, что у нее есть младшая сестра. Покупает подарок своей младшей сестре. Но вручить этот подарок она так и не сможет. В одну из ночей наша главная героиня и другие соседки по комнате просыпаются от того, что в их комнате кто-то есть. И происходит какой-то скандал. Оказывается, что бабка и тетя, ну, хоть какая-то, или мама, мама Леночки, за ней приехали и пытаются ее забрать обратно в Лебяжье. Почему? Непонятно. К чему такая спешка? Тоже неясно. Зачем вы забираете эту несчастную Леночку? Тоже непонятно. А по итогу Леночку забирают, и Леночка пропадает. Естественно, соседки переживают по поводу нее. Но директриса колледжа говорит о том, что Леночка заболела. Она вот там на больничном скоро вернется. Но проходит время, и Леночка не возвращается. И тут наша как раз Катя вместе со своей подружкой, вот этой бойкой девчонкой, решают отправиться в это Лебяжье, чтобы узнать, как у Леночки дела, что там с ней происходит вообще, куда она пропала, и узнать какую-то судьбу Леночки. Но до Лебяжьего добраться очень сложно. Но девочки все-таки отправляются в это путешествие. Это путешествие трудное, сложное. По сути, до этого Лебяжьего они не добираются. Но эта сцена с вот этим путем до Лебяжья важна с точки зрения того, что мы узнаем больше про это самое Лебяжье. Лебяжья – это очень закрытая деревня, и она славится своим каким-то богатством. Там и какую-то косметику производит, и еще что-то. Причем там какие-то крема дорогущие, которые известны по всему миру буквально. Но в то же самое время эти наши главные героини не понимают, а почему тогда Леночка говорила, что у нее нет денег на обучение на художницу, почему она, в принципе, рассказывала, что ее семья живет достаточно бедно, если про эту деревню ходят такие слухи. Но там дальше вскрывается история про то, что в этой деревне не все так однозначно. Что, естественно, за все необходимо платить, и эта деревня расплачивается молодыми девушками, и за то, чтобы получать какое-то вот это благополучие. Я не знаю, насколько будет правильно вам рассказывать про, как именно расплачивается эта деревня, но по факту получается, знаете, это своего рода как такая секта, что ли, вот эта община. У них есть ритуал раз в год, в самую долгую ночь в году, которая в декабре, по-моему, они отправляют одну девушку в эту черную избу, там с ней происходят жуткие вещи, и, ну вот, в общем, эту девушку приносят в жертву, по сути. И с девушками дальше, у этих девушек как раз в дальнейшем очень печальная судьба. И, в общем, получается, что Леночку как раз забрали для того, чтобы принести в жертву. Но, по итогу, эту Леночку все-таки возвращают, и возвращают ее в очень жутком состоянии. И дальше, наверное, тоже я вам уже не буду рассказывать подробности какие-то, но по итогу мы с вами понимаем, что наша главная героиня окажется в этом самом замесе, и она будет вовлечена в этот самый ритуал. И, на самом деле, вот как раз вторая половина книги, где мы понимаем, что существует вот эта жуткая опасность, и что, по всей видимости, наша главная героиня будет там с этим как-то связана, это как раз вот такая, получается, очень такая гнетущая и очень напряженная атмосфера в романе. Но, в принципе, это все заканчивается достаточно благополучно, но в то же самое время здесь и такой полуоткрытый финал. Здесь нам ответов на все наши вопросы не дают. Здесь дают простор для творчества. И, в целом, для этого романа, мне кажется, это отличная идея, это отличный финал. Почему я так считаю? Потому что, в целом, это, знаете, не обычная мистика, это не стандартная мистика. И, как я вам уже сказал, здесь, мне кажется, что мистика выступает больше как метафора. Метафора жертвенности, метафора того, что родители могут приносить в жертву своих детей ради каких-то своих выгод. И, то есть, да, вот как раз вот эта история с этой черной сбой, с вот этим жертвоприношением этих девушек, она такая буквальная. Но в то же самое время мы можем ее переложить на не совсем-таки буквальные рельсы и можем вспомнить истории про то, когда там родители отправляют своих детей куда-то учиться, куда дети не хотят. И таким образом родители какие-то свои амбиции реализуют. или же там выдавать замуж за тех, за кого их дети не хотят выходить, опять же, из-за каких-то там коммерческих плюшек или еще чего-то. И в целом как раз вот мы видим на примере вот этой деревни, что существует, к сожалению, такая вот история, что ради наживы, ради благополучия зачастую могут приносить в жертву своих детей. И мне кажется, что как раз вот история об этом. И кроме того, я еще, знаете, в своих умозаключениях утвердился из-за истории самой Кати, из-за ее взаимоотношений с матерью. Эта сюжетная линия, сюжетная линия, связанная с семьей Кати, это вообще, это что-то, от чего жопа горит постоянно. Это просто you want a scandal now, постоянно такое настроение, потому что мать у Кати, это просто торви-выброси. По факту Катя живет только с мамой и с младшим братом. И, к сожалению, мать Кати забыла, что у нее есть дочь, и дочь тоже ее ребенок. И, по сути, у мамы Кати как будто существует только один ребенок, этот младший брат. А младший брат, он отбился от рук, и он такой местный хулиган. Он не слушает мать, он ей дерзит, он на нее поднимает руку, он ввязывается в какие-то криминальные истории, он приносит какие-то деньги, непонятно откуда берется. Он, все, что он делает дома, это он только играет в компьютерные игры. И мать вокруг него носится, и такая сыночка, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту. И Катю, она, о Кате, она вспоминает только, когда ей нужна помощь с вот этим младшим братом. Когда там этот младший брат пропал, и она такая, Катя, вали быстро на улицу, не важно, что ночь, брата твоего нет, иди ищи. А то, что Кате, в принципе, это только 17 лет, и ночью бродить по улицам Барнаула, я думаю, ей не очень-то безопасно. Мать об этом не думает. И причем, знаете, там была вот как раз сцена, когда она выгнала эту Катю из Катитого брата, и потом Катя попала в заварушку, естественно, и возвращается домой, и мать такая, ой, ты уже пришла, а вот твой братик уже кушает чебуречки, значит, тут он все хорошо. То есть она даже не подумала о том, что это Катя где-то на улице бродит, там ищет черную кошку в темной комнате. Когда этот брат уже дома, она ей даже не позвонила, не сказала, что твой брат вернулся, тоже возвращайся, пожалуйста. Хотя бы вот на этом уровне проявить какую-то заботу о своей дочке, но нет. Но дальше там еще хуже, там совсем обостряются эти взаимоотношения, там мать совсем уже уезжает кукухой, и брат попадает в тюрьму, и его необходимо отмазать, и, естественно, опять же тоже ради вот этого брата опять приносится в жертву Катя и ее интересы. И там я уже дальше тоже вам не буду рассказывать, я думаю, вы узнаете все остальное со страниц книг, но в целом вот эта вся ситуация, она как раз нам продемонстрирует вот эту жертвенность ребенком в прямом смысле, да, вот как раз вот в бытовом смысле, в том, в котором мы можем видеть в нашей обычной жизнью. И параллельно как раз с случаем жертвенности Кати мы еще видим случаи как раз вот с жертвенностью девушками вот в этой деревне. И то есть у нас получается вот здесь есть в прямом смысле жертвенность, это бытовая жертвенность ребенком, и вот эта иносказательная жертвенность. И вот эти два сюжетных, две сюжетных линии, они параллельно развиваются. И знаете, чтобы уже как-то вдолбить в голову вот эти две параллельные сюжетные линии, по сути, с одним смыслом, они в этой книге существуют. В целом мне эта история очень понравилась. Мне очень понравились вот эти глубинные смыслы, которые заложены в этой истории. И мне понравилось, что здесь мистика, она у нас уже такая раскрывается ближе к финалу, но на протяжении всей книги такое какое-то вот гнетущее впечатление, какое-то гнетущая атмосфера, какая-то такая хтонь, и вот какая-то такая тоска тебя пробирает, когда ты читаешь эту книгу, и, казалось бы, ничего такого жуткого, ничего такого мистического на большей части романа не происходит, но в то же самое время какое-то вот такое гаденькое чувство в тебе постоянно сидит. И вот эта атмосфера этой книги, это тоже еще один плюс, из-за которого мне эта история и понравилась. Так что в целом все было здорово. Это вот такая не совсем типичная мистика, такая смысловая мистика, как мне кажется, и это, конечно, очень здорово, и это увлекательно, и это интересно. Из минусов, что я отметил, мне не совсем было понятно время, в которое происходит весь этот сюжет, потому что вроде как время заявлено, что это вот наши дни, и там есть какие-то опознавательные знаки из нашего дня, но все какие-то вот диалоги, какие-то персонажи, они как будто бы были из прошлого, как будто бы они вот откуда-то из советского какого-то прошлого. Как общаются герои, как они себя ведут, что они друг другу говорят. Вот это все формировало впечатление, что это вот какой-то роман про советское время, если честно. Я не знаю, вот у меня такое впечатление сложилось, или может у вас тоже, но вот как-то у меня произошел вот этот временной диссонанс. Я не совсем вот понял, когда именно это происходит. Но в целом мне все понравилось, мне было интересно, мне было тревожно, мне было напряжно. К тому же, опять же, знаете, поднимается вот эта тема таких сект, тема вот этих закрытых деревень, где есть свое какое-то безумие, от которого страдают многие люди. Я такое люблю, и это здесь поднимается, это здесь раскрывается. И кроме того, несмотря на то, что я не совсем люблю открытые или полуоткрытые финалы, все-таки в этой истории этот финал был очень органичен. И по большому счету, мне все понравилось. И я вам могу настоятельно рекомендовать этот роман. И опять же, если вдруг вы хотите чего-то раздражающего, если вдруг вы хотите во время чтения испытывать какие-то эмоции негодования, эмоции даже в какой-то мере злости, то обязательно беритесь за эту книгу. Эта книга вас точно не оставит равнодушным. Потому что вот эта мать Кати, эта бабка из деревни, они абсолютно точно не могут тебя оставить равнодушными. А там еще есть одна преподавательница, которую зовут Крыса, она тоже оставить равнодушным абсолютно точно не может. Да и сама Леночка тоже, как у нее меняются настроения, как она себя по-разному ведет, это тоже вызывает определенные эмоции. И по итогу получается, что эта книга такая очень эмоциональная, очень такая пробирающая, в какой-то мере даже, наверное, немножечко депрессивная, но в то же самое время заставляющая задуматься, заставляющая взглянуть на проблему отцов и детей немного под другим углом, и заставляющая взглянуть и понять то, что не всегда родители могут быть правы, и не всегда родители могут знать, что хотят их дети, и не всегда родители могут делать правильный выбор по отношению к своим детям. Ну что, друзья, вот мы с вами и поговорили про финальную книгу нашего хоррор-марафона. Обязательно в комментариях пишите, вы читали уже «Черную избу» или нет, как вам этот роман, согласны вы с моими выводами, или же у вас есть какие-то свои другие. Обязательно напишите свое отношение к матери Кате. Мне кажется, это будет очень интересная тема для разговора. Ну и давайте с вами, конечно, немножко подведем итог нашего хоррор-марафона и напомним, что мы с вами по итогу читали. В первый день мы с вами обратились к детским страшилкам, в большей степени к истории про пиковую даму, и читали два романа Максима Кабира, и плюс еще мы с вами читали книгу Максима Кабира «Клювы», которая вдохновлена историей про песочного человека. А в целом, это было приятное знакомство, и как я вам уже говорил, что с творчеством Максима Кабира я хочу дальше продолжить свое знакомство. На второй день мы с вами обратились к мертвым деревням, и мы с вами читали Александра Лучанинова каменку, и мы с вами читали книгу Баба Нюра. И книга Александра Лучанинова, точнее, ее аудиоверсия, это то, что мне очень сильно понравилось, то, что мне подарило определенные эмоции, то, от чего я не мог оторваться, и как раз по сути звезда того видео, это у нас как раз роман Каменка. Вот с книгой Баба Нюра у меня совершенно не сложилось, мне она была никак, и вот как-то Баба Нюра меня подразочаровала. Дальше мы с вами говорили про цикл «Городские легенды» Лены Обуховой, про первый сезон, про шесть книг, и, как вы понимаете, это было суперзнакомство, это было приятное знакомство, я с этими книгами отлично провел время, я от них не мог оторваться, это было здорово, это было увлекательно, это такой литературный сериал, который ты просто не можешь остановиться, и ты после каждой книги сразу же врываешься в следующую, и ты просто не можешь жить, и не можешь существовать, пока ты не узнаешь, чем это все закончится. Дальше мы с вами поговорили про «Игры на выживание», и мы с вами обсуждали книгу «Канашибари» Вероники и Ангелины Шен, это было тоже приятное времяпрепровождение, опять же, вот из-за того, что есть ощущение такой вторичности от этой истории, я не могу сказать, что это прям суперкнига, но для любителей жанра, для любителей «Игр на выживание», для любителей японского фольклора, мне кажется, это очень даже отличная книга, она такая достаточно напряженная, достаточно кровавая, увлекательная, и опять же, там есть над чем подумать. Пятый день, пятый день был день кошмара, когда мы с вами обсуждали Александра Варго и его молитву отверженного, это у нас первое, по сути, и единственное видео со спойлерами было, когда я вам пересказал весь этот роман, и весь шок, который я испытывал от этого романа, от этого ультра-насилия, от этого кровавого безумия, в котором мы оказались, но, опять же, это у нас уже повторное прочтение Александра Варго, именно Сергея Дивиденко, который под этим псевдонимом выпускается, и мы, в принципе, знали, на что шли. Поэтому определенный спектр эмоций от этой книги мы абсолютно точно получили. И вот сегодня шестой день, это «Черная изба» Анна Лунёва и Наталья Калмакова, увлекательный, интересный, и, ну, я, наверное, не побоюсь этого слова, умный роман. Вот мне кажется, что такой эпитет к этому роману можно употребить. И это не типичная мистика, это у нас такая мистика, метафора на реальные события, которые происходят много раз в нашей жизни. И что, и по итогу, вот мы сейчас освежили в памяти, и я могу сказать, что мне кажется, этот сезон получился крайне удачный. В целом, какого-то такого глобального разочарования я испытал только от книги «Баба Нюра». Все остальные книги, которые мы с вами читали, которые мы с вами обсуждали, они мне понравились. Да, какие-то больше, какие-то меньше, но все-таки они не оставили меня равнодушным. Мне было интересно, мне было интересно как во время чтения, также мне было интересно и снимать для вас видео, и обсуждать, и делиться своими какими-то мыслями, своими переживаниями по поводу этих книг. Так что, этот сезон лично для меня оказался очень даже удачным, и мне кажется, что он даже удачнее, чем первый сезон. Вот я сейчас вспоминаю свои впечатления по прошествию первого сезона и свое впечатление сейчас. Мне кажется, у меня какие-то более яркие впечатления. Мне кажется, что вот в первом сезоне книги были, книги на меня не такое производили впечатление, как вот в этом сезоне. Вот у меня какое-то такое приятное впечатление сложилось, и знаете, и с одной стороны это здорово, что я получил новые такие классные эмоции, и с другой стороны это хорошо, что у нас, знаете, как будто наш марафон развивается по восходящей, что вот у нас был первый сезон, сейчас второй сезон, он уже так по впечатлениям, по крайней мере, превосходит первый сезон, а дальше, надеюсь, больше. Дальше, надеюсь, мы с вами не скатимся куда-то в какую-то печаль и тоску. и в целом хочу вас поблагодарить за то, что вы провели со мной эти шесть дней, что вы смотрели это видео, может быть, кто-то уже смотрит по прошествии этих шести дней, может, кто-то не успевал оперативно каждый день за мной смотреть, это тоже абсолютно нормально, я вам передаю привет, если вдруг вы смотрите там когда-то позже это видео, и в целом вам спасибо за просмотр, потому что, опять же, без вас, без вашего интереса, без вашей поддержки и первого сезона, и второго сезона, то, наверное, этого сезона в принципе и не было, потому что я вообще на самом деле я сомневался, стоит ли мне делать второй сезон или нет, я даже вас в своем телеграм-канале спрашивал, нужен вам второй сезон, не нужен, интересно вам, не интересно, но я получил очень много хороших отзывов, получил ваши комментарии, что да, действительно нужно, и в голосовалке за да было значительно больше людей, чем за нет, и поэтому думаю, ну, раз вам понравился такой формат, раз у вас горит глаз на него, то я тогда, конечно же, такое делаю, и я думаю, что, ну, даже сейчас уже по вашему отклику, по вашей вовлеченности, я вижу, что и второй сезон тоже вам интересен, и, наверное, мы с вами это абсолютно точно сделаем нашей доброй традицией на канале, и каждый год, в конце октября, мы с вами такой марафон будем устраивать, и следующий год у нас уже не станет исключением, но если не произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства, то тогда и третий сезон нашего хоррор-марафона у нас точно будет, ну что, друзья, я свои итоги подвел, а давайте вы тоже подведете свои итоги, рассказывайте мне, пожалуйста, в комментариях, какие книги вам наиболее запомнились в рамках этого хоррор-марафона, какие книги вы абсолютно точно решили прочитать, а может быть, какие-то книги вы уже даже начали читать, все это рассказывайте мне, пожалуйста, в комментариях, мне это очень важно, мне это очень интересно, я мотаю это все на ус, И, конечно, ну, это в целом приятно видеть, когда люди неравнодушны к тому, что ты делаешь. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за ваш интерес, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Это все очень ценно, и это все очень приятно для меня. И, несмотря на то, что хоррор-марафон закончился, но мы встретимся с вами уже совсем скоро в других видео, в других тематиках. И, друзья, до новых встреч и до новых видео. Пока!